ДВХАП.РУ И у всех работников завода, которые когда-то трудились, которые воевали, которые затем восстанавливали город и страну, совместить несколько событий, нами была предпринята попытка вскрыть эту капсулу. Даже не то чтобы вскрыть, а подготовиться к торжественному открытию. Потому что, посмотрев, в каком состоянии сейчас находится эта табличка, мы увидели, что шурупы, которые ее держат, они заржавели. Поэтому, чтобы просто во время проведения торжественного этого вскрытия у нас не затянулось по времени это мероприятие, мы решили, что мы сейчас немножко это все вскроем. И во время уже проведения митинга торжественно извлечем капсулу. Посмотрели, что внутри памятника ничего нет. Это нас, конечно, удивило и немного расстроило. Но мы видели, что тот деревянный постамент, как нам говорили участники событий, когда закладывали капсулу, что ее поставили на деревянный постамент, он уже истлел. И мы предположили, что капсула просто упала вниз. Поэтому, немного расширив это отверстие, мы пытались ее найти. Капсула, к сожалению, там не оказалась. Сказали, что по их сведениям, эту капсулу достали в 2000 году, когда праздновался миллениум. Кто достал, мы тогда еще на тот момент не знали, но уверили нас точно, абсолютно, что капсула вместе с посланием хранится в промышленно-экономическом факультете ПГУ имени Шалома Лихима. На этой неделе мы посетили музей. К сожалению, ничего мы там не обнаружили. Мы связались с бывшим директором Риммой Владимировной Дюдиковой, которая на тот момент руководила колледжем. И, как нам сказали, с ее участием была вскрыта эта капсула. На что она нам сказала, что да, действительно было такое мероприятие. Участвовали студенты в этом мероприятии. Послание потомкам было зачитано в 2000 году. И капсулу передали на хранение в музей этого техникума. В замечательное время. Наши предки считали, что мы будем жить во время коммунизма. Есть фамилии передовиков завода, которые трудились хорошо на этом заводе. То есть их фамилии увековечены в этом послании. Поэтому я надеюсь, что нам все-таки удастся найти это послание и зачитать. И ознакомить жителей города с тем, что нам послали наши потомки, предки вернее.